Всем привет, друзья! Вы на канале FlashGames. Друзья, давненько у нас не было новых рубрик, и сегодня как раз-таки такой день. И, как вы поняли уже по названию, сегодня будет у нас что-то наподобие состава за 5 минут. Честно сказать, я даже не смотрел, что это такое, как оно выглядит у там фиферов. Я даже не знаю, кто её снимает. Но что-то подобное я слышал, и мне предлагали в комментариях. Запиши всё-таки это, и я решил это сделать. Но немного со своими правилами. Я же говорю, я не знаю, какие правила у фиферов, но у меня будут свои правила. А какими будут эти правила, сейчас я расскажу. В общем, мы идём в Versus Friendly, и вот здесь нажимаем Build New Squad, и выбираем каждый раз определённого игрока. Сегодня это будет у нас Месси. Любая его карточка. В общем, ставим, ну, например, да, вот. Вот, если я буду собирать. Ну, например, Неймара ставим, и вокруг него я должен собрать команду, только она не должна превышать рейтинг 90. А то я так могу всех икон здесь понабрать и разнести вообще любого. В общем, состав должен быть 90, сыграно 100. И таким составом я играю один матч. Если я его проигрываю, то я квикселю самого высокорейтингового игрока этой карточки, например, Неймар. Давайте посмотрим на... Вот у меня в дубликатах, что за карточка есть у Неймара самая крутая. Неймар. И вот, например, вот эту карточку, хотя она очень слабая, я квикселю. В общем, Неймар что-то у меня очень слабый, да, его карточки. Ну, не суть. В общем, я квикселю самую высокорейтинговую карточку этого игрока, если я проигрываю этот матч. В общем, друзья, думаю, будет интересно. Не забывайте про лайки и подписки. Ну, а мы начинаем. Итак, друзья, еще объясню, что если я не успею за 5 минут сделать оптимальный состав для себя, то я буду использовать определенного бронзового игрока на позиции. В общем, через 3 секунды мы начнем обязательно. Давайте, друзья, 3, 2, 1. Все, начинаем. И сразу схему. Так, Месси, давайте. Так, так, так. Ну, 4, 3, 3, наверное. Давайте сразу здесь сделаем Месси. И кто же у меня есть? Вообще не РМ, любая позиция. Так. РВ у нас, ну, ЦФД намного... А, вот, РВ тоже есть. 99, думаю, будет слишком жирно. Так что мы используем карточку, может, на СТ? Как вы думаете? Или... А, нет, вот, 95, отлично. Так, дальше у нас уже почти минута прошла. Вот это да. Так. Кто же у нас будет на падении? Ладно, давайте, может, есть какой-нибудь аргентинец. Крутой. Так, аргентинец. Здесь у нас... Возьмем вот Лопеса. Отлично. Дальше слева у нас будет... Давайте Центуриона. Интересно. Кстати, друзья, икон тоже брать нельзя. Икон брать нельзя, а то было бы вообще неинтересно. Дальше у нас... Вот. Лансини хочу взять. Давайте возьмем Лансини. Сразу схему тоже поменяем на атакующую. Дальше ЦПшник. Полторы минуты позади уже. Ди Мария был очень крут. Можно его даже взять. Ладно, возьмем Ди Марию. Родриго де Пауль. Сразу он мне... Увидел я его сразу. Так, слева у нас должен быть какой-нибудь бич. Давайте возьмем Тальяфико. 80+, друзья. 80+, тоже не забываем. Дальше. Жара. Да, сейчас на улице. То, что у нас на улице сейчас творится, возьмем. Дальше. Центральный Защитник. Что-то какие-то они слабенькие. Из другой лиги тоже уже не вариант брать. Только... Блин, не хочу я брать. Может, получится там что-нибудь здесь сделать? А ну, с Сабалета, по-моему... А, 76 рейтинг. Все понял. А если Англию? У Месси 10, у Ди Марии нету десятки. Может, вот так сделаем какой-нибудь из Вестхэма игрока? Да, здесь клуб же не пишут. Блин. Так, Вестхэм кто там? Нету никого, да? Да, дохерти только, но он мне не нужен. Аргентинец? Нету. К сожалению, нету никого. Но... А, еще и Месси страдает. Да, ладно, оставим все как было. Что-то вообще, я не знаю. Ван Дейка, если... Ну, нам как-нибудь... Ладно, давайте попробуем поставить Ван Дейка. У нас еще есть 2 минутки. Магуайра поставим. И галкипер Миньоли, если можно будет. 91, но сыгранность страдает. Нет, здесь по-любому 1 должен быть аргентинец. И это будет... Так, вот Аменди или... Ну да, вот Аменди. Рохо вообще нельзя брать. Теперь, чтобы у Ван Дейка была десятка, мне нужно сделать. Аргентина, так. Если сделать вот так... Вот же десятка. Отлично. И у всех десятки. Жара. Жара-то нам неинтересна. А сейчас можно как-нибудь, может, улучшить команду. С левого вингера, например, начнем. Аргентина. Центурион Акуньо может. Так, Акуньо улучшит команду. Но пока что оставим. СТшник. Если взять Икарди, блин... А сколько у Лопеса? 91. Возьмем мы... Знаете, кого? В Икарди попробуем. И ЛВшник у нас... Так, Пьятти, блин, тоже не получается. Пероти. Неплохо. И у нас остается секунд 30 максимум. Там сколько? Копеечки, короче. Ну, в принципе, все. Друзья, все. Этим составом мы идем играть. Так, назовем его, естественно, ГГ. И... Френдли Скват. Вот наш ГГ. Идем играть матч. За 4 минуты 42 секунды мы управились. Неплохой сын сказал результат. 5 минут практически было достаточно. Так, и посмотрим, кто же у нас там в соперниках. Надеюсь, какой-нибудь такой сильный соперничек. Ну, ЛВ9 неплохо. Будет интересно. Будет жарковато, друзья. Думаю. У нас-то икон нету, а у него вот уже одна икона спалилась. У него первый ход. Все аргентинцы практически у нас в команде. И контроль там кого-то. Давайте сразу используем контроль. Де Пауля, может, как думаете? Да, можно было и Ди Марии. Дальше. А, у нас ход, да. Ну, мы избавимся от Тальяфико. Хотя, лучше бы от жары. Да, от жары избавиться было бы круто. Так. Блин. Сразу потратил своего нападающего. Тем более Ривалду. Ну, хотя он очень слабый, но все равно. ЦФД на СТ-шнике с сыгранностью 10. Неплохо. Элвей, это, конечно же, Неймар у него. Справа, не знаю, как у него. А, нет, это не Халк, хотел сказать. Халк. Наверное, Лукас Моура там, я не знаю. Может, Жезуш на ПП. Я не знаю даже, кто у них там. Но это точно не Халк. Иначе у него с Оскаром была бы десятка. Вот это вот зеленый линк, точнее. Дефенд. Сейчас мы используем... Ладно, используем Перотти. Соперник, видно, очень слабо попался. Вообще неопытный. Сразу таких использует игроков. Справа у него Рома. Это Флоренции. Конечно же, это Деку. Блин, так и знал, что это Деку. Контроль. Больше использовать особо нельзя. Давайте избавимся от Атаменди. Хотя лучше бы от Ван Дейка или Миньоли. Хорошая такая связка у нас получилась. Миньоли-Ван Дейк. От Атаменди. Блин, так и знал, друзья. Просто так потерял балл. Надеюсь, я и не проиграю таким составом. Соперник что-то хоть и слабо играет, но что-то он меня превосходит по баллам. Давайте используем сразу Икарди. Нам уже терять баллы нельзя. Миньоли. Ну, два балла сейчас мы заберем точно. Потом Месси заберет третий. И попытаемся с Лансини тоже балл забрать и победить это матче. Давид Нерас ему не помог особо. Вообще не помог. Ван Дейк. Фернандиньо. Это значит, что у него нету атаки. И это прекрасно. Значит, мы можем даже с жарой выиграть. Хотя зря я это сделал. Может, у него защитники... Да. Все правильно. Зря я это сделал. И сейчас... Хотя у него только защита сильная. И все. И контроль, и атаку я выиграю. Да. Ладно. Все нормально. И... Используем контроль Лансини, друзья. И все. Победил я. Лионель Месси, значит, остается со мной. Кстати, посмотрим, какие у меня там карточки Месси есть. Ханданович, конечно же, уступает нашему победителю. Вот такие карточки Месси у меня есть. Этот парень мог бы за 100 тысяч монет отправиться там куда-то. Я не знаю, куда они идут после продажи. В общем, мы сохранили нашего Лионеля. На этом, друзья, выпуск подходит к концу. Если он вам понравился, можете поставить лайк, а также подписаться на мой канал. Ну, еще и можете в комментариях написать, как вам эта моя новая рубрика. Ну, а с вами был я, FlashGames. Всем всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok